Всем привет! Как вы знаете, скоро праздник светлой Пасхи, поэтому мы с вами приготовим куличи. Да на самом деле, мне кажется, что я готова есть кулич общий круглый год. Мы будем делать кулич с опарой, поэтому для пар нам понадобится 80 грамм муки, 16 грамм сухих дрожжей. Если у вас свежий, тогда там 50 грамм. 50 грамм сахара и 100 грамм обязательно теплого молока, потому что дрожжи активируются только в теплом молоке. Наше молоко выливаем в миску, добавляем туда дрожжи и берем веничек и обязательно все хорошенько перемешиваем для того, чтобы дрожжи подрастворились и начали уже немного активироваться. После этого мы добавляем 50 грамм сахара и размешиваем все до той степени, чтобы сахар тоже растворился в нашей смеси, чтобы дрожжи тоже активировались. После этого мы вмешиваем нашу муку по консистенции, самое главное должно получиться как жидкая сметана. Далее мы убираем все под пленку, убираем в теплое место на 40-60 минут. Через 20 минут обязательно проверьте, подходит ли у вас опара. Так, я еще заранее все свои сухофрукты замочила в бальзаме и в коньяке. За минут 10 до того, как доставать нашу опару из тепла, мы начинаем смешивать наше тесто уже. В большую сухую емкость я добавляю 500 грамм муки. Все ингредиенты, которые вам необходимы в полном объеме, вы можете видеть на экране. Вот, я сначала просеяла, обязательно просеивайте муку для того, чтобы не было потом никаких комочков. Просеиваем много, долго. После этого мы берем 4 яйца и сразу 4 яйца вбиваем в нашу муку и ставим, ну, как я поставила в планетарный миксер. Если у вас нет планетарного миксера, ничего страшного, вымешивайте руками. Просто руками будет сложнее, тяжелее. Но я помню, что я и даже в беременном состоянии как бы пекла куличи и вымешивала все своими руками. У нас получится крошка, вам может показаться, что тесто плохо схватывается, но на самом деле это нормально. После этого мы берем нашу опару, она уже полностью, видите, подошла, уже вся в пузырьках, красивая. И мы берем и выкладываем ее честно, ее легче выкладывать руками. Не извращайтесь, как я, ложкой, просто берите ручки и прям руками все выкладываете и снова все перемешиваем, все вмешиваем до однородной консистенции. Я сразу решила добавлять параллельно теплое молоко, понемногу для того, чтобы получилось более вязкое тесто. После того, как мы хорошенько перемешали наше тесто, оно в принципе уже такое, ну, чуть-чуть сформированное, мы добавляем масло обязательно сливочное, комнатной температуры. Если вы вымешиваете руками, то я советую добавлять уже растопленное масло, потому что так вымешивать все будет в разы в разы легче и не придется так мучиться, потому что если вымешивать руками сливочное масло комнатной температуры, просто понадобится реально много сил, но это вкуснее. Видите, наше тесто приобрело уже такую очень гладкую консистенцию, и после этого мы вмешиваем наш сахар и добавляем обязательно еще дополнительно молоко для того, чтобы легче все мешалось, потому что я не фанат того, чтобы мешать какой-то очень сухой коржик. Вот, поэтому я постоянно добавляла молоко, и если вдруг вы поймете, что тесто жидковато, то можно, если что, добавить чуть-чуть муки. После того, как мы хорошенько промешали наше тесто и комочков практически уже не осталось, мы добавляем наши цукаты и снова все хорошенько вмешиваем, перемешиваем. Я добавила еще немного муки для того, чтобы сформировался правильный по консистенции тесто. Начала уже вымешивать все руками, потому что миксер уже на этом этапе не справлялся. На этом этапе лучше уже добавлять оливковое масло, ну вы можете любое растительное, я всегда предпочитаю оливковое, и прям дальше-дальше месить тесто, не жалеть своих сил, пока тесто не перестанет, самое главное, липнуть к вашим рукам. Как только тесто перестало липнуть к вашим рукам, вы можете сформировать такой колобок, все, дело сделано. Вы можете отправлять его подходить, обязательно берите новую сухую большую миску, смазывайте всю внутренность миски оливковым маслом, для того, чтобы когда тесто подходило, оно потом легко отходило от самой миски. Также смазывайте обязательно наш колобок оливковым маслом, для того, чтобы он, когда подходил, не лопался, ну в общем, просто поверьте. И после этого накрываем пленкой и отправляем обязательно в теплое место. Как видите, это уже вот результат спустя полтора или два даже часа, тесто попыталось убежать и поглотить мою ванну, потому что тесто стояло на теплом полу в ванной в темноте. Великолепно там подошло, если у вас нету теплого места дома, возьмите духовку, поставьте ее на 40-60 градусов, и этого будет достаточно, даже, наверное, на 40-60 будет многовато. Обминаем наше тесто, присыпаем сначала чуть-чуть мукой, обминаем пару раз, снова добавляем оливковое масло, формируем колобок, накрываем пленкой и отправляем снова в теплое место, в темное, отдыхать еще на час. Тесто подошло у нас, получается, уже второй раз, оно получилось такое суперпышное, оно при этом не липнет, видите, к рукам, то есть я совершенно спокойно его обминаю. Вы заранее подготавливаете формочки для того, чтобы расфасовать тесто, у меня из каждого кусочка, ну, каждый кусочек я формировала по 460 грамм, а по 470, какой-то вышел 490, самый толстенький, вот. Ну, тут получается, что на 4 больших кулича мне хватило как раз-таки всего этого объема теста. И когда вы отмеряете количество теста, которое вам необходимо, уже формируете колобочки, обязательно тоже смазывайте руки маслом для того, чтобы они легче формировались, и для того, потому что все равно дальше мы оставим их снова в теплом месте растаиваться. И после того, как наши кулички снова подошли через 40 минут, мы заранее смешали желток и молоко, и этой смесью просто покрываем наши куличи, для того, чтобы они не пригорели, и для того, чтобы была очень красивая такая золотистая корочка сверху. Отправила я в духовку на 30 минут, но смотрите по своей духовке, на 180 градусов. Слушайте, они получились просто невероятно румяные, я делала уже до этого куличи, у меня такие красивые еще не получались, поэтому этот рецепт действительно так максимально рекомендую. И корочка такая получилась не очень зажаристая, а именно правильная, она не крошится, она очень хорошо режется, но я все равно так или иначе сверху покрывала глазурью, для глазури нам понадобится один белок, понадобится 140-120 грамм сахарной пудры и чайная ложка лимонного сока. Отделяем желток от белка, естественно, одно яйцо, взбиваем белок до состояния такой плотной пены, да, вот примерно так. После этого добавляем сахарную пудру и добавляем немного лимонного сока, для того, чтобы наша глазурь была такая более глянцевая, и все взбиваем до крепких пиков, ну, то есть, по факту, как для безе, то есть, когда вы достаете миксер для того, чтобы за ним вот такая вот штучка тянулась. После этого мы берем наш кулич и покрываем его глазурью, не жадимся, потому что, на самом деле, я вам написала чуть больше глазури, чем я делала, потому что я делала на одно яйцо, вам нужно на два, и все увеличивать, как бы там получается на два, тогда будет действительно очень вкусно и очень много сверху шапка вот из глазури. Мне потому что на один кулич не хватило, но на самом деле этого и хорошо, потому что я его разрезала для дальнейшего видео, потому что вот так вот как раз-таки выглядят финальные куличи, очень красиво получилось, и сейчас вы сможете увидеть разрез. На самом деле, вот эти куличи постояли в прикомнатной обычной температуре всю ночь, и вот с утра я их разрезала, видите, кулич легко режется, нож просто отлично входит, кулич очень мягкий, единственное, я бы сделала послачнее, но я вам в рецепте указала уже порции сахара, чтобы, ну, чуть увеличены, потому что у меня в семье не все любят, допустим, сладкие куличи, поэтому я решила сделать такой супер нейтральный кулич, чтобы все могли, если что, намазать на него сливочный сыр, Дима, привет, да, и все в таком воздухе, вот, так что я надеюсь, что вам понравилось, я надеюсь, что этот рецепт вы им воспользуетесь, что он не испугал вас настолько, насколько он длинно расписан в комментариях, я вас всех очень сильно люблю, все целую, всем пока!